Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Традиционно обращаюсь к нашим телезрителям и напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. В течение программы он появляется на ваших экранах. Звоните, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы. Мы открыты для диалога. Да, звоните. Мы традиционно какие-то темы, может быть, начинаем, открываем их, как тексты, как книги. Не всегда закрываем в конце, но у нас масса каких-то подвешенных, таких, как сейчас говорят, тем, да, открытых. Но идея симпатичная мне в том, что невозможно какую-то тему одну начать, договорить ее, поставить точку, сказать, мы здесь разобрались и так далее. Поэтому вот у нас такая небольшая чехарда получается в теме. Ну, в общем, в темах, может быть, да. По откликам после нашей прошлой передачи телезрители, ну, из тех, по крайней мере, обратных связей, которые до меня дошли, сказали, что мы затронули очень актуальную тему. Это детско-родительских отношений и вот такой вот агрессии в коммуникации, когда агрессия не выражается явно словами или действиями, но в какой-то модели поведения она ощущается оппонентом вот прям четко очень, как давление, агрессия, нарушение границ. Есть? Нам есть что добавить к прошлому разговору или мы какую-то новую тему начнем, пока ждем звонков? Ну, может быть, я какие-то идеи повторю, не лишне их повторять, по крайней мере, они так начинают вызывать интерес какой-то. Идея первая по поводу того, что мы, когда общаемся друг с другом, мы, это как с письмами, мы читаем их на свой манер и на свой лад. Если кому-то кажется, если мы говорим об агрессии, кому-то кажется, что он был не агрессивен, ну, то есть, не нарушал границы. Ну, допустим, честно излагал свою позицию. Ну, мы все так или иначе, может быть, да, вот, другому человеку вполне может казаться, читаться этот текст, это сообщение совсем по-другому. И обычно так это и бывает. Я бы сказал, что это обычная ситуация, где мы, я повторяю мысль прошлого раза, где мы, если хотим, чтобы общение, в частности, например, с подростком, с ребенком, да, с взрослым ребенком, чтобы, если мы хотим, чтобы это общение было эффективным, ну, что значит, да, достигающим цели какой-то, то, скорее всего, нужно, ну, в общем, переводить этот язык, даже у человека, которого ты достаточно долго знаешь, коими являются близкие, да, а тем более, если в этом, ну, наметилось какое-то общение сложное, да, тем более, что дети растут, взрослые растут, ну, в какую-то, в разную сторону, да, я имею в виду, кто-то старится, кто-то мудреет, кто-то кому-то так сильно не везет. Ну, в общем, все время я хочу сказать, что ситуация даже у известных друг другу людей меняется, и все время нужно как-то, в общем, эти вещи переводить для себя, читать. И, возвращаясь к вашему вопросу по поводу агрессии, вполне чьи-то слова могут казаться вероломными, задевающими, обидными, и ваш визави вполне может об этом сказать. Хорошо, когда он об этом говорит прямо. Хуже, когда вы о чем-то спросили, не знаю, партнера, ребенка, в данном случае подростка, и получили неожиданный ответ. Как твои дела? Хорошо. Да, ну, я намереваюсь услышать целую, может быть... Которые неожиданные ответы – это нормально. Ну, в кавычках неожиданно. Да, да, я, может быть, да, как у тебя дела? Нормально. Я, может быть, ожидаю услышать какую-то более развернутую фразу, а получаю в ответ вот короткую, короткий такой ответ. Вот, и, ну, это, в общем, всегда проблема. Могу сказать, что в профессиональной среде, в психотерапевтической, в психологической мы обычно рассматриваем какие-то отдельные ситуации. Вот поэтому мы, может быть, и ждем звонков. Ну, и сегодня, и каждый раз, да. Потому что отдельные ситуации, уважаемые телезрители, на отдельных ситуациях можно посмотреть, как это работает. Нет необходимости или смысла валить все в кучу в одну и говорить, а как, вот есть ли какие-то общие закономерности. Ну, наверное, они есть, но они видны на отдельных примерах каких-то конкретных. Алексей, вы упомянули цели, которые люди преследуют в коммуникации. Вспоминая наши прошлые истории, которые прозвучали в прошлой программе, там про вещи что-то убраное, не убраное было. Хочу спросить, стоит ли родителям озвучивать свои цели ребенку или свои страхи? Ну, например, фантазирую сейчас, тем не менее. Мама хочет, чтобы ребенок поддерживал порядок в своей комнате, ну, потому что первая гипотеза, она придерживается строгих правил, что в квартире должен быть порядок. Или вторая гипотеза, она переживает, что когда ребенок будет жить отдельно, он зарастет грязью, будет жить в бардаке, и она хочет ему привить вот эти навыки. Стоит ли обсуждать это с детьми? Не знаю, может быть, мой ответ будет в какой-то степени занудным, в силу характера, но я бы начал с того, чтобы нашел время и вообще обсудил со своим ребенком, что такое идея порядка. То есть, о каком порядке мы говорим. Порядок – это когда носки все по цвету сложены, или по размеру, или по стопочкам, или когда все вещи разложены по алфавиту, это порядок. О каком порядке мы говорим, да? Или когда сначала нижнее белье, потом верхнее, да? И так далее. Я сейчас утрирую, но только на самом деле до некоторой степени, потому что тот порядок, о котором говорят родители, и тот порядок, который… и к которому они призывают, и тот порядок, который есть, возможно, в голове у растущего, как принято говорить, организма у подростка. Такая идея, как будто, вот я сейчас отвечаю, подросток – это как будто такой маленький взрослый, недотянувший, да, еще. Вот нужно что-то такое сделать с ним, ну, вложить ему идею порядка, научить порядку, научить двигаться во взрослом мире, и вот он дальше двигается сам. Мы в прошлый раз говорили о том, что… И это интересная сама по себе тема, что идея порядка в некотором смысле – это скорее идея такого взрослого мира. Идея порядка, где все внутри границ понятно, разложено по местам. Структурированности, системности какой-то, системности в подходе, да, если мы убираемся, то каждую неделю, или там, не знаю, два раза в неделю, кому как. Да, иногда, мне кажется, я не знаю, как наши телезрители, я вокруг слышу взрослых людей, которые периодически говорят, как их, я прошу прощения, задолбал тот самый порядок. Ну, они хотят как-то чего-то демонтировать. Немножко хаоса внести. Демонтировать рабочие будни. Ну, например, не выйти на работу в четверг по какой-то причине, да. Или прийти к двум часам дня. Или прийти к двум часам, или, ну, поесть не дома, еще где-то, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот вот, возвращаясь к идее порядка, наверное, стоит поговорить с ребенком, с подростком, если ему идея порядка предлагается, то что это за порядок, и что в этом порядке возможно, и куда девать хаос, например, да. То есть его надо все время трансформировать. Ну, что значит хаос? Разбросанные носки, вещи. А что это значит? Ну, то есть, может быть, наладить какое-то общение по поводу того предложения, которое делает родитель. Ну, иначе это, может быть, конечно, папе или маме некогда, или бабушке, когда она говорит, делай, как я, мой посуду. Ну, в общем, с одной стороны, это же хорошо, иначе тараканы прибегут, иначе, там, как вы сказали, да, зарастешь грязью, вот что-то такое. Вот. Но мне кажется, в этом порядке очень часто скукотища такая, что... Спросим у наших телезрителей. Вы требуете от своих детей порядка в их комнатах? Вмешиваетесь вы? Обсуждаете ли с ними идеи порядка, как предлагает Алексей? Звоните, расскажите. 202-11-22. Да, мне было бы тоже интересно послушать. И я полагаю, что если нам дозвонятся молодые, ну, достаточно молодые люди, у них будет какая-то своя, возможно, свои идеи. А вы можете к подросткам обратиться, чтобы они нам позвонили и пожаловались на своих родителей? Ну, если случится так, как говорит Елена, я думаю, что наш разговор сможет вильнуть куда-то в другую сторону. Так что вот по поводу... Если вернуться к вашему вопросу, он был о том, как предлагать это детям, как предлагать это подросткам. Ну, как налаживать это взаимодействие? Я пытаюсь обойти слово инструкция, потому что мы тут стараемся не рассказывать, делай раз, делай два. И тем не менее, родитель, как взрослый человек и носитель взрослого поведения, у него, мне кажется, больше ресурсов и коммуникативных, и отношенческих, чтобы сделать шаг навстречу к ребенку и ему что-то предложить для обсуждения или для установления нормальных отношений спокойно. По поводу шага навстречу, тут такой вопрос, Елена. Вот если нарисовать окружность, а мы в прошлый раз говорили о том, что подростки живут, ну, на мой взгляд, во многом живут на границах. То есть, они где-то за пределами очага, они где-то там, где, ну, происходят всякие самые новые события. Не в смысле новости, да, а в смысле что-то, чего, может быть, не знают родители. В этом смысле шагнуть, и они, взрослые, они скорее ближе, ну, к какому-то центру, условно говоря, вот этой окружности, да, в упорядоченном пространстве, где все понятно. Поэтому даже чисто, я не знаю, так, географически, геометрически, это скорее не шагнуть им навстречу, а как-то дотянуться и догнать, потому что они где-то там, они там совсем далеко, они в других текстах, они в других темах, они в другой музыке, они в другой какой-то культуре. То есть, родителям приглашать своих детей во взрослый мир не стоит, это может испугать детей. Я думаю, что... Порядком, системностью. Структурированностью. Я думаю, что если эта идея будет подана так, если она будет подана как живая идея, если кому-то интересно, нашим телезрителям, я, например, предлагаю почитать замечательные, были такие металлоги, были и есть опубликованы, где, может быть, мы вспоминали, где Грегори Бейтсон общается с дочерью. Ну, дочь задает ему вопросы, ну, типа таких, папа, почему итальянцы машут руками? Ну, к примеру, да. Я думаю, что вполне его дочь могла бы задать папе вопрос, папа, а зачем нужен порядок? И их разговор мог бы быть очень короткий, ну, например, потому что это очень удобно, да, очень удобно и очень быстро и автоматически. Ну, его дочь, которая, кстати, по-моему, жива, та, которая спрашивала, то есть это реальный человек, вот, его дочь была с самого детства такой интересующейся, особой, и она не удовлетворялась вопросом, ответом, не удовлетворилась бы точно ответом, что, ну, вот это там ради спокойствия или ради удобства, да, тогда возник бы вопрос, что такое удобство или что такое спокойствие, то есть отсылки одного определения к другому или одного понимания к другому пониманию, они здесь не срабатывают. Нужно найти какие-то категорически важные вещи, которые для взрослых, да, которые могли бы быть вот таким предметом для разговора. И тогда может быть примеры порядка какого-то, да, если мы уж вокруг порядка сегодня. Что можно назвать порядком? Можно ли назвать порядком муравейную семью, да, семью муравьев, вот этот муравейник? Это порядок или беспорядок? Если посмотреть на них, то, ну, они все бегут в свою сторону, и это вообще хаос какой-то, да? Если представлять и предполагать... Это хаос, подчиненный очень строгим правилам. Да, если мы видим, что этот хаос существует вообще-то как система, причем система очень отлаженная, очень... Я не хочу сказать жесткая, наоборот, гибкая, но очень функциональная, то тогда это будет выглядеть по-другому. То есть вблизи это выглядит как хаос, но если мы забираемся на уровень повыше, то это выглядит как вполне себе упорядоченное взаимодействие. Вот я думаю, что на беспорядок в комнате вашего сына или дочери можно посмотреть немножко забравшись повыше. Ну, такой завис, как сейчас у нас на вот эти вот... Квадрокоптер. Квадрокоптер над всей квартирой, да? Крыши, например, нету, и он снимает это все сверху. И мы можем что-то увидеть. Например, мы можем увидеть комнату родителей и там что-то происходит. А мы не знаем, что там происходит, да? Ну, пока, может быть, да? Может быть, там тоже беспорядок еще больше, чем в комнате ребенка. А может быть, там ультрапорядок такой, что там все блестит и эти... И душно жить. Эти две... Да, и мама с папой своего чистого пространства такого выхолощенного приходят в комнату ребенка для того, чтобы... Ну, для того, для чего-то, да? Ну, и так далее, и так далее. Чтобы эмоции прожить какие-то, поругаться. Ну, может быть, да. И вы очень хорошие взяли направления, потому что внешний мир, то, как это происходит снаружи, то, что происходит снаружи, очень хорошо иллюстрирует то, что происходит внутри людей или одного человека или живущих, да, если это квартира. Поэтому эмоции в этом смысле это те феномены психические, которые очень сложно упорядочить. Да? Мы можем провести такую параллель, аналогию, не знаю, метафору, что комната, она как отражение внутренних процессов в человеке. Ну, не знаю, подросток, который озабочен вопросами собственной идентичности, кто я, зачем я, у него не остается ресурсов на поддержание порядка, и взрослые, которые как будто бы уже ответили на эти вопросы, и вот у них вот им легче сложить вещи по порядку, пыль протереть, полы помыть по графику. Давайте попробуем поиграть в эту штуку коротко, если представим, что комната ребенка это его внутренний мир. Внутренний мир ребенка всегда, ну, в хорошем каком-то, да, в таком не сильно нарушенном процессе во внутреннем мире содержатся папа и мама, ну, в каком-то виде, да, ну, и другие, как говорят психологи, значимые фигуры, например, бабушки с дедушками. Вполне можно на комнату посмотреть, как на такое пространство и задаться вопросом, а где здесь папа и мама, ну, какие вещи, может быть, или какие соотношения вещей папа и маму символизируют, да, где в этой комнате находятся родительские фигуры, как говорят психологи, где находятся бабушки и дети, где находятся воспитатели какие-то, да, вот, и тогда, да, тогда это будет очень интересный процесс, потому что процесс исследования. пример, Алексей, ну, что может являться таким, меткой такой, да? Ну, не знаю, мои фантазии, в первую очередь, что, поскольку папа и мама, предположительно, это какие-то массивные объекты для внутреннего мира, то папа и мама, это шкаф и кровать, например, и стол, вот. То есть, например, кровать всегда заправлена, но в шкафу всегда бардак. И, мне кажется, можно разобраться, кто здесь папа, кто здесь мама. Не обязательно это будет папа шкафа, мама, а это вот два таких родителя, да? И причем шкаф может быть ведь пугающий, шкаф может быть или наоборот туда все как-то запихнуто, как это, запихнуто, есть такое слово, да? Заброшено. Вот. Слова, кстати, тоже отражают, ну, некоторый порядок, то, как человек говорит, со временем это очень хорошо иллюстрирует то, как он думает. Ну, психотерапевты, психологи об этом прекрасно знают, потому что они имеют дело в основном с речью, ну, со словами и так далее. Вот. Поэтому, что там будет на столе, что там будет на кровати, будет ли, будет ли это эмоциональная какая-то связь, что я помню детство только, или маму в детстве только таким образом, ну, когда уже вырастаю, я помню маму, которая говорила мне, как надо заправлять кровать, например, да, и папу, который приходил и нависал и говорил, что на столе должен случиться какой-то порядок, да, ну, там, тетрадки должны лежать, там, еще что-то, еще что-то. то есть, и в этом смысле это, ну, там, какие-то связи есть, да, я не знаю, кто будет символизировать, или с кем можно ассоциировать окно, ну, может быть, с дедушкой, да, с каким-то, вот, в моей фоне, или бабушка, ты смотришь на какой-то окружающий мир, дедушка, который рассказывает истории, ну, не знаю, может быть, он капитан дальнего... Смотрит уже мутными глазами, с плохим зрением, потому что окно давно не мыли. Может быть, он капитан дальнего плавания, а не обязательно мыть окно для того, чтобы увидеть детали, иногда его как раз мыть не нужно, и тогда можно многие вещи достроить, да, фантазировать, и вообще увидеть, что это окно прожило какую-то жизнь свою, оконную, и вот эти пятна, да, это, ну, вот такие свидетельства жизни окна. Ну, продолжая нашу такую странную фантазию, если ребенок начинает заправлять постели и все аккуратно складывать в шкафу, или там... Или мочиться в нее, Или поддерживать порядок на столе, означает ли это, что он наладил отношения со своими родителями? Ну, как минимум, это означает, что он принял вот эти иерархические отношения папа с мамой диктуют, ребенок принял, и он готов подчиняться. Готов подчиняться и готов исполнять. И, кстати, здесь ведь могут быть в этой ситуации и другие вопросы, и мы с этим тоже сталкиваемся. На прием приходят дети не только организующие беспорядок, но еще и дети, но еще и дети, все было нормально, я не знал проблем со своим сыном или с дочерью, всегда все на местах, всегда послушно и так далее. И вдруг какие-то вопросы, откуда откуда что взялось, да? Вот, и то, что сын или дочь приняли идею порядка, ну, это может быть то, на чего ждали родители, но это не конец разговора, я бы вот так хотел сказать. Потому что, ну, какой-то беспорядок, какие-то, какая-то неустроенность, какие-то вопросы, ну, может быть, ушли за кадр. Я имею в виду за видимую действительность, да? И они стали невидными для родителей, для тех людей, которые с ребенком живут. Вот, если они удовлетворились порядком, ну, это одна история, но они могут и может быть, они в этот момент чувствуют, что их какая-то функция по приведению порядка в жизнь ребенка или по введению ребенка в порядочную жизнь, да, есть порядочная жизнь, а есть беспорядочная жизнь, что эта функция закончена. Ну, тут тоже не все так просто, это один из шагов. У меня какая-то пессимистичная фантазия, что с того момента, когда ребенок начинает этот порядок или приверженность этому порядку транслировать, то, возможно, в его внутреннем мире происходят какие-то, ну, такие процессы очень тяжелые, где он научился свою злость скрывать, перестал активно устраивать хаос и сопротивляться родителям. вот эта подавленная агрессия, которая приводит, как мы уже неоднократно говорили, к каким-то симптомам, сопровождающим заболевание, возможно, разным. Ну, пока вы... Пусть немножко хаоса останется в нашей фантазии. Вот, да, Елен, пока вы сейчас об этом говорили, я подумал, что вполне может быть хорошей практикой, если мы возвращаемся к каким-то рекомендациям для родителей, вполне хорошей практикой была бы практика обучения беспорядку. И это было бы вполне равноправно. Ну, в какое-то время происходит обучение порядку, а в какое-то время обучение беспорядку, потому что наводить беспорядок это тоже определенное искусство. Ну, если подходить к нему не просто как к хаосу, который не систематизирован и никак не осмыслен, а подходить к нему... Ну, знаете же, есть это выражение «творческий беспорядок». Оно не такое... Ну, народ смеется, конечно, когда об этом говорит, и это стало такой притчей во языцах, да, что у тебя тут творческий беспорядок. Вообще, это очень хорошая и очень интересная идея, потому что творческий беспорядок это творческий порядок в какой-то степени, да, это скорее бытовой беспорядок. А в творческом смысле это какой-то порядок, это что-то таким образом расположенное, что, ну, вот дает какие-то определенные, ну, может быть, новые ключи к пониманию, к движению, к сотворению чего-то. Вот. Здесь я сейчас подумал, поскольку заговорил о творческом беспорядке, у нас творцом был, был есть Бог для многих людей, я думаю, сотворил ли Бог только порядок, или, может быть, беспорядок он тоже сотворил. стихийные бедствия. Ну, я не в этом смысле беспорядок, да, вот этот определенный момент, который, ну, не момент, какую-то часть реальности, которую мы все время, может быть, пытаемся освоить, перевести в порядок, осмыслить, потому что осмыслить это же тоже упорядочить, да, осмыслить что-то, осмыслить что-то, что не может, ну, нельзя реку привести в порядок, ну, сказать ей течь так, 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 были, правда, да, или нельзя гору, мне кажется, привести в порядок, нельзя привести в порядок солнца, скорее, можно свои мысли или свои переживания привести в порядок в соответствии с этим, ну, каким-то определенным таким хаосом, да, беспорядком, вот, поэтому практика беспорядка, если у кого-то из вас есть вопросы со своими детьми, ну, попробуйте попрактиковать беспорядок, я думаю, пример, не так много времени до конца программы, а вот я подумал, сразу, меня спросят, а что это такое, я думаю, Григория Остера можно почитать, сейчас мне в голову пришел, это такой человек, который, кажется, творческим беспорядком, вполне себе прагматично занимался, я не знаю, сейчас, в каком, жив он или не жив, к сожалению, я не знаю, его рекомендаций достаточно много, таких шутливых, вот, где и взрослые могут поучиться этим самым, что-то помните, Алексей, из Григория Остера, нет, ничего не помню, я помню аромат, я помню аромат, и я помню этот совсем другой взгляд, где за, взгляд на происходящее, где за, где за, где за, какой-то вот такой упорядоченностью, безжизненностью, автоматизмом проглядывают абсолютно неожиданные какие-то вещи, которые читатели возвращают в пространство переживаний, в пространство, ну, вот той самой коммуникации, о которой вы, о которой мы говорим, да, потому что, ну, когда все упорядочено, о чем говорить, может быть, только молчать нужно. Ну, действительно, вы упомянули стихи Григория Остера, дети, читая их, лучше понимают, как делать, не стоит, нельзя, недопустимо, чем стихи, в которых четко прописаны инструкции. А есть такие стихи? Вот я даже не знаю, я бы поискал. Конечно, правила хорошего поведения, как сейчас помню, пару таких книжек на полке. Это в стихах все? У сына. Да, в стихах. В стихах? В картинках, где животные себя очень правильно ведут. Отлично, я попрошу вас почитать. Принести на следующий эфир. Ну, может быть, это будет интересно нашим зрителям, как это все возможно. Подводя итоги сегодняшней программы, какое-то короткое резюме и будем прощаться. Ну, если мы увязли в этой теме, вы нас двигайте, потому что, ну, мы только вашими движениями, я сейчас к телезрителям обращаюсь. Вот. Ну, и спасибо за сегодняшнюю передачу. Хочу напомнить нашим телезрителям в группе ВКонтакте у нас есть сообщество «Разговор по душам на Самаре ГИС». Там архивы наших программ, там есть вкладка обсуждения, где вы можете оставить свои вопросы, замечания, предложения. мы готовы с Алексеем обсудить. Как-то упорядочить все это. Что? Упорядочить как-то это все готовые. Ну, какие-то вопросы, какие-то моменты, да, это я аж полушучу так. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, будьте внимательны к своим близким, к детям, к подросткам. Да, всего доброго вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok